Привет дорогие друзья, это канал Technobar Plus и сегодня у нас распаковка моего мобильного телефона от компании Philips, модель E111 линейки Xenium, цвет черный этот телефон скажем так, подкупил меня, во-первых своей относительно бюджетной стоимостью напомню, данную модель можно приобрести в магазине Comfy за стоимость 500 гривен, друзья, официальная гарантия, классный сервис и соответственно один из лучших магазинов на Украине, жителям Украины рекомендую, друзья, сам там всегда покупаю, на обзоры не беру, я там именно покупаю, друзья давайте разбираться вместе что же это за, скажем такой, интересный бюджетный телефон от компании Philips, вообще, друзья изначально хочу сказать, что линейка Xenium от компании Philips довольно таки успешно в своих, скажем так аппаратах мобильных телефонах, именно мобильных телефонах, а не смартфонах смартфоны с ними отдельная история что касается телефонов работают, работают еще раз работают, отличная слышимость, классное качество связи крутой прием сигнала, друзья но об этом обо всем будет в полном обзоре сегодня, друзья, распаковка и первые впечатления пишите свои вопросы под этим видео в комментариях обязательно подпишитесь на канал изначально прожмите лайк, прожмите колокольчик начинаем итак слева по борту у нас кстати в таких оранжевых цветах напомню, что родина компании Philips это Голландия соответственно слоган компании Philips Mobile InTouch Go имеет телефон наш дисплей TFT кстати матрица 1,77 дюйма аккумулятор 1000 мАч крутая, друзья оболочка оптимизированная очень две сим-карты давайте распаковывать с правого боку как вы видите вот так черного цвета у нас телефон сама коробка на подарок ну сказать, чтобы она экстра презентабельный вид имеет я такого не скажу телефон пока откладываем в сторонку куча всяких имейев зарядный блок и инструкция больше в коробке нет ничего откладываем ее пока в сторонку что у нас здесь за инструкция друзья так инструкция у нас на русском языке я уже вижу и в принципе и на украинском ну в принципе мне достаточно английский язык не особо важен главное что было на русском и на украинском и так не такой бюджетный скажем так пакетик здесь под наш блочок зарядный но тем не менее открывается он как-то так вот непонятно опять же что касается нашего зарядного блока друзья многие мне пишут в комментариях что сейчас очень сложно найти зарядный блок с индикацией на самом блоке индикация сети тут его нет друзья минус говорю так как есть плюс то что есть защита от изгиба сам блочок неплохой как вы можете видеть есть достаточно неплохая защита от излома вернее но сразу скажу вам друзья предупреждаю у кого есть дома животные кошечки собачки от них надо прятать вот эти все зарядные устройства они любят грызть и любят грызть они именно у основания это как есть друзья на опыте друзей знакомых все это как бы доказано и так тут тоже защита от излома удлиненный штекер микро usb идет по сборке претензий нет у нас кстати идет метр двадцать длина непосредственно самого кабеля друзья но кабель встроен в зарядный блок это минус почему потому что когда насколько я знаю в этом телефоне сложно так открывается наша крышка конечно можно или руки себе сломать либо пальцы либо все вместе есть просто у нас карта памяти понимаете и когда сбрасывать на нее информацию лучше чтобы это все делать естественно кстати карту памяти до 32 гигабайт можно свободно вставить лучше это все сделать скажем так через кабель а не вынимать карту памяти вставлять ее в картридер картридер это дополнительные расходы кстати зарядный аккумулятор друзья у нас здесь идет на 1000 мАч 3,7 вольта вольтаж его идет 4,2 вольта максимальный сразу друзья хочу обратить ваше внимание что динамик тут довольно таки крутой вот он здесь сеточка мелкой очистки сеточка грубой очистки у нас здесь стоит и я считаю это круто пока телефон в сторонку блок зарядный у нас я сразу уже не сказал вам 5 вольт 0,5 ампера то есть 2,5 ватта в принципе щадящий режим для зарядки нашего телефона ему гарантирован теперь друзья непосредственно сам телефон во первых сразу же друзья идет заводская пленочка здесь но она идет это как скажем так транспортировочная пленка друзья поэтому что я хочу отметить что здесь перечислены все скажем так плюсы этого телефона во первых аккумулятор 1000 мАч 1,77 дюйма TFT дисплей 2 сим-карты форматы вы видели я только что открывал FM радио и фонарик присутствует здесь все закрываем по сборке ничего нигде не скрипит не люфтит сзади крышка как мне нравится рифленая идет название линейки Xenium здесь я такое впервые честно говоря вижу друзья это тисненое название логотип компании Philips очень интересно выглядит сзади у нас никаких камер по 0,3 0,0,0,0 3 мегапикселя нет и это хорошо друзья зато зато здесь сделали упор на динамик опять же друзья еще будут впереди тесты буду тестировать непосредственно сами телефоны на звук есть профессиональный прибор распаковочка его есть на канале будем проверять сравнивать снимаем защитную пленочку вот таким образом убираем ее на коробку и что хочу сказать друзья по правому бортику ничего нет лишь есть выступ для того чтобы можно было поддеть крышку крышка не совсем просто снимается друзья поэтому сверху у нас идет фонарик есть какое-то подобие линзы для формирования пучка света посмотрим как он будет работать по левому боку ничего внизу есть для наушников однозначно лайк 3,5 мм джек и micro usb выход micro usb выход ну могли бы скажем так сделать немножечко поопрятнее хотя бы внутри это же все-таки компания philips друзья что касается передней панели вверху вырез слухового динамика кнопки сами очень интересная кстати друзья компоновка смотрите чем-то это конечно вот так закрыть напоминать будет смартфоны nokia если бы не круглый джойстик у них немножечко такой овальный джойстик если так можно выразиться кнопки идут стеклянные друзья все кнопки вот эти четыре идут стеклянные пятипозиционный джойстик идет кстати очень удобно когда идет в виде кольца джойстик пятипозиционный как на мой взгляд это очень удобный вариант кнопка отбить вызов кнопка принять вызов две кнопки навигации логотип компании philips кстати залапываем специально как вы можете видеть наше стекло и сейчас протру его об футболку олеофобное покрытие пять из пяти друзья вот как так кнопки кнопки у нас очень приятно нажимаются и друзья я вам хочу сказать здесь все сделано нормально что касается микрофона микрофон у нас расположен вот здесь вы его видите и можно сразу же сказать браво компания philips поскольку вот держим мы телефон вот мы разговариваем и здесь микрофон либо левой рукой также микрофон не перекрываем включаем наш телефон клавиатура кстати идет у нас уже не стеклянная пластиковая заставочка идет непосредственно самого телефона самого интерфейса и клавиатура идет на двух языках английский и русский что касается непосредственно друзья вот так сейчас призумим самого телефона очень как-то кажется мне громкий аккумулятор сразу же друзья хочу отметить что у нас встречает нас во-первых экран по традиции компании philips он идет контрастный то есть время отлично видно дублируется вверху операторы клавиатура быстро блокируется вверху дублируется операторы значок о том какой режим сейчас включен звуковой так аккумулятор имеет аж 5 делений в правом верхнем углу друзья он и сразу же минус друзья то что все-таки не особо хорошо видно сегодняшнее число но это не сегодняшнее число 2 января 2021 года но сами день недели число месяц год видно не очень зато почему-то компания Philips решила что нужны нам именно операторы для большей информативности так кстати вот когда я нажимаю да такое впечатление как будто в телефоне срабатывает вибромоторчик я такое честно говоря впервые вижу то ли тут такой динамик вот такое впечатление когда я на кнопке нажимаю срабатывает вибромоторчик но это конечно не должно так быть но все-таки всякое может быть друзья несмотря на то что вы не смотрите на то что это бюджетный телефон может быть самые разнообразные навороты справа у нас под правую кнопку навигации у нас идёт ярлыки контакты калькулятор календарь FM-радио диктофон будильник быстрый набор чёрный список Bluetooth аудиоплеер видеоплеер слева у нас меню кстати друзья сразу хочу отметить подсветка 5 из 5 подсвечивается друзья все кнопки кроме естественно джойстика все вот эти вот нюансы подсвечиваются здесь красненький зелёненький ну и здесь дневной свет и кнопки подсвечиваются довольно-таки неплохо и так входим в меню сразу же давайте будем смотреть что же у нас здесь по меню меню стандартное скажем так бюджетный вариант но контрастное видно вот допустим когда я на какую-то иконку навожу что это и для чего друзья давайте кратко пробежимся ну во-первых начинается это меню не с контактов допустим а сразу же с мультимедиа галерея у нас тут можно скачивать различные фоточки допустим семьи там я не знаю какие-то важную допустим информацию с компьютера на флешку на карту памяти вернее и залили сюда аудиоплеер требует карту памяти но имеет вот такой интерфейс видеоплеер опять же требует карту памяти и я вам хочу сказать что можно здесь смотреть в 3GP формате фильмы кстати на весь экран можно это делать различные режимы воспроизведения здесь есть есть диктофон диктофон имеет самый простой скажем так бюджетный интерфейс вариант форматы файлов AMR и WAV по традиции для данного ценового сегмента есть списки файлов и собственно начать запись далее друзья идет у нас опять же необходима карта памяти это идет проводник то есть по файлам нашим и следующая иконка радио радио у нас к сожалению работает только с подключенными наушниками у меня по счастливой случайности оказались наушники от компании Huawei рядом и сейчас проверим насколько же интересно работает радио так включаем что у нас здесь с радио творится автоматический поиск выставляет сразу и мне интересно просто по громкости как же будет через внешний динамик все-таки воспроизводить наше радио так опции включить динамик так дабы нас не заблокировали на всю делать громче тише громче делать решеточкой и звездочкой делать тише чисто играет радио друзья я вам сразу скажу и динамик достаточно громкий динамик поближе подвину к нашему смартфону на который записываю сейчас кстати запись ведется на опоре на 3 про однозначно друзья по радио зачет что можно сделать здесь ну опять же можно запись даже делать но опять же при наличии карты памяти радио работает круто но друзья сразу предупреждаю что с наушниками поэтому готовки сразу хотя бы самую простенькую гарнитуру либо наушники ее в комплекте к сожалению нет но я уверен что у каждого есть наушники какие-либо дальше контакты контакты у нас идут группа семья друзья работа одноклассники и стандартный набор контактов сообщение сообщение написать сообщение входящие исходящие не полностью кстати как вы можете видеть здесь расположено то есть написать потом входя исходящие черновики отправлен отправли как вы можете видеть отправленный, то есть бегущей строкой шаблоны, информационное сообщение голосовая почта дальше друзья, история ВЗО журнал ВЗО пропущенный, исходящий и входящий отклоненные, удалить таймеры ВЗО в счетчик GPRS дальше у нас идут соединения Bluetooth что касается сим-карты, STK, какое-то соединение, очень любопытно узнать обо всем буду еще в полном обзоре, друзья, говорить интересно, что это учетная запись, выбор сети я так понимаю это для того, чтобы получать ММС, насколько я знаю что интернета здесь нет зато есть будильник 1, 2, 3 3 будильника изначально секундомер, вот так у нас выглядит достаточно простенько календарь календарь, ну на 4 с плюсом, скажем так по 5-балльной не скажу, что лучший вариант но, тем не менее, в принципе, все видно калькулятор самый простой фонарик а фонарик, друзья, вот смотрите на минуточку как в смартфоне практически выглядит включить, отключить и, друзья, что касается фонарика я вам хочу сказать мое почтение да, пучок здесь довольно-таки неплохой и тут еще есть помощь для включения и выключения фонарика головного крана нажмите кнопку ОК довольно-таки неплохо вы знаете реализовано вот это вообще само изображение фонарика включить-отключить и фонарик светит как вы можете видеть довольно-таки неплохо радио с наушниками работает хорошо это самый главный плюс фонарик работает по 5-бальной системе опять же на 4 с плюсом но это много, друзья практически ну, либо же на 5 с минусом я считаю зачет однозначно настройки телефон время и дата настраиваются формат времени включение-выключение питания опять же для экономии заряда друзья дабы, допустим ваш телефон включался в 7 часов утра выключался допустим в 9.30 вечера настройка языка ярлыки клавиши быстрого набора вверх-вниз по центру вправо-влево режим полета дальше что касается дисплея обои системные обои у нас есть вот такого плана такие 4 вариации обоев у нас идут ну, пусть будет природа природа вроде бы красивая главный дисплей можно опять же убрать эти сим-карты пусть будет просто время и дата контрастность на максимально сейчас выкручена ну, я считаю что лучше по максималке выкручивать подсветка регулируется от варианта всегда включено от 10 секунд до 30 секунд либо же постоянно включена будет подсветка а, вот даже от 5 секунд друзья так ну, я ее выставлю пусть она всегда будет включена подсветка клавиатуры также можно выставить но максимально на 20 секунд есть ночной режим от 5 до 20 секунд можно ее выключить и ночной режим можно включить допустим ночной режим включаю сейчас ну, вот собственно немного так, скажем так настроек дисплея что касается профилей друзья вот сейчас выставлен общий профиль давайте проверим настроим какие же есть мелодии так системные ну, мелодия конечно овеная мягко выражаясь первая хоть слышно что у динамика запас громкости довольно-таки неплохой ну, это еще более-менее это уже совсем тихо номер 4 и, друзья знаете самое обидное хотя нет все есть я, честно говоря подумал что здесь нет варианта чтобы выставить свою мелодию есть если карта памяти скачиваете опять же выставляете так что у нас на смс на смс у нас рингтон либо вот такой системный один либо свою какую-то опять же мелодию выставляете на смс теперь друзья что можно выставить опять же на вызовы максимум 9 градация будильник сообщения можно сделать по громкости громкость вызовов и вызовы так есть такое дело тип звонка мелодия вибрация без звука вибрация потом мелодия друзья нет одного варианта моего любимого вибрация и мелодия есть вибрация а потом мелодия но что касается вибрации вы знаете ну так средненько честно говоря динамик здесь мощный сзади это все-таки когда клацаешь на клавиши отголоски идут динамика это не вибрация но лучше я всегда рекомендую ставить чтобы была и вибрация и мелодии так в принципе по профилям мы определились что касается меню сим-карта тут есть свои определенные нюансы переадресация ожидания вызовов запрет вызовов скрыть ID другие в других я так понимаю напоминание времени автонабор отклонить ответом автозапись вызова то есть запись вызова есть друзья главное чтобы карта памяти была черный список у нас находится немножко в другом месте блокировка безопасность пин изменить пин блокировка автоблокировка клавиатуры фиксированный набор черный список белый список наличие сейчас это очень важно в кнопочниках я считаю что должно быть в любом случае но в принципе друзья вот так кратенько мы пока на данный момент разобрались что касается телефона philips xenium е111 друзья более точная и полная информация будет об опыте использования а также о всех возможностях данного телефона в полном обзоре друзья подпишитесь на канал прожмите лайк прожмите колокольчик оставьте свой вопрос маленький комментарий под этим видосом ну а я как обычно на канале технобар плюс всех обнял подпишитесь